Ну что ж, ждем, пока аудитория подтянется онлайн. Что важно. Мы сегодня собрались для того, чтобы узнать, как трудоустроиться здесь в ЦИСКО. Так уже получилось, что мы как-то сегодня готовили презентацию. Мы вот посчитали просто по фотографии, по тем инженерам, которые сейчас работают в ЦИСКО, мы выяснили, что где-то 10% инженеров сейчас в Польше, это студенты именно нашей академии, которые учились именно у вас. Поэтому как бы решить... Мы решили сделать вот такое вот мероприятие для того, чтобы, во-первых, поделиться опытом с вами всеми, для того, чтобы поделиться вот всеми вот этими знаниями, умениями, навыками. Плюс ко всему пригласили тех ребят, которые уже сейчас в ЦИСКО работают. Вот Женя, например, он ходил, по-моему, в четверг на собеседование. Вот в эту пятницу идут еще ребята на собеседование. То есть каждую неделю 2-3 человека ходят в ЦИСКО на собеседование. Поэтому это хорошо, и это нужно продолжать, эту хорошую традицию. Ну и сделаем ЦИСКО вот такую... Как бы ЦИСКО в ЦИСКО и будет нормально, прикольно, как должно получиться. Правильная идея? Значит, что мы делаем сейчас? Значит, первое, что нужно сделать, самое важное. Значит, то, что вы сейчас должны сделать, это встать и познакомиться с теми людьми, которые сидят возле вас. Слева, справа. Вот сейчас не нужно встать. Сейчас, секунду, я объясню, зачем это нужно. Дело в том, что так уже получается, что как бы кто-то учится где-то дальше, на каких-то более продвинутых курсах, кто-то на менее продвинутых. У нас такой опыт был, что пришел Вячеслав Продан, я передаю привет новой почте. Он уже не работает. Он уже выше пошел. Да, он пошел выше. Но он пришел, когда вот он поднялся в новой почте, стал директором IT-отдела, он пришел на занятия, пришел просто в соседнюю аудиторию и говорит, ребята, мне нужно 7 человек, кто готов работать. Вот поэтому вот к чему нужно знакомиться. То есть кто-то из вас уже больше где-то работает, кто-то меньше. Например, наш выпускник Андрей Болевич, он принимает собеседование в той же самой ЦИСКе. Тот же самый Аня Емец, я передаю привет Ане. Она тоже принимает собеседование. Поэтому знакомьтесь. Кто-то где-то уже поднялся, кто-то еще нет. Это классно. Поэтому какая задача? Встать и познакомиться с теми, кто возле вас. Сзади, спереди, справа, слева. Значит, что вы должны сказать? Как вас зовут? Я вам говорил, что нужно так представляться, чтобы вас запомнили. Вот это важно. И сказать, где вы учитесь, что вы учите, на каком семестре, какие вы знания умеете. Чем вы владеете? Чем вы будете полезны? Как инженер, как специалист вашему коллеге. Потому что, может быть, кто-то что-то понимает, кто-то в какой-то области меньше специалиста. Но, тем не менее, это будет полезно и это будет классно. С другой стороны, список всех вас есть. Все, по крайней мере, кто здесь регистрировались. И как результат, потом вы скажете, ой, блин, там приходил какой-то парень, вот он мне нужен, помогите найти. Ну и мы вам поможем его найти. Значит, на это у нас три минуты. Лена засекает время. Ну что, время пошло, знакомьтесь. Ну, эти знакомые, они уже в ЦИСКО работают. Матни в середину где-то. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Это круто. Вот, значит, что такое вообще Сыдюко? Многие спрашивают. Это Self-Development in Info Communication. Это вот такая саморазвивающаяся платформа. Она действительно сама развивается. Вот как-то так все происходит, что я, например, не особо в каких-то вещах участвую. Вот в основном все делаете вы. И я вот вам хочу сказать спасибо. То, что как бы вот эти наши достижения, это ваши достижения. В первую очередь. Поэтому вам за это спасибо. Значит, мы используем, что мы используем для достижения вот этих целей? Это обучающие программы лидеров рынка соответствующих нишей. Это, например, Академия ЦИСК, это, например, Linux Professional Institute, это Microsoft IT Academy. Вот с сентября у нас будет Oracle Academy. Кто там Oracle хотел? Будут курсы по базам данных, будут курсы по Java, причем разные продвинутые будут. Те курсы, которые стоят, вот сейчас на рынке, я смотрел ценник, там 56 тысяч. Кто меня спрашивал, идти на курсы за 56 тысяч гривен? А это что за курсы? Что это за курс по SQL-у Oracle-овский. Вот. У нас будет в разы дешевле, и качество останется тоже. Вот. Вот такая вот штука. Что еще важно? Microsoft IT Academy. То есть вот идея такая, вообще вот этого нашего университета, это не выдавать диплом. Диплом сейчас никому не нужен. Вот я передаю привет Евдокии, нашей выпускнице. Вот. Она работает в дата-центре парковым инженером. Так вот, она вот получила недавно диплом свой, выложила в Facebook. Я посмотрел, что это за диплом. На нем даже колбасу не нарежешь. Ну, он бумажный какой-то такой, туалетная бумага совсем. Вот. Поэтому дипломы сейчас никому не нужны. Нужны сертификаты крутых международных вендоров. Вот Cisco, Oracle, ну и дальше по списку Linux Professional Institute. С этим можно найти работу, и это нужно. Диплом государственного образца можно получить в какой-нибудь, вот, в каком-нибудь КПИ. Вот. Да, вырезано цензурой. Так вот. И, соответственно, там потом с ним, да, он нужен. Мы сейчас об этом поговорим чуть дальше, но тем не менее, вот, хорошие сертификаты не должны быть, потому что только с ними можно найти хорошую высокоплачиваемую работу. Дальше. Значит, цель. Подготовка высококвалифицированных целей в области инфокоммуникационных технологий, а также всесторонная помощь, стажировка и трудоустройство. То есть, главная наша задача – это чтобы вы были трудоустроены. Я считаю, что вообще вот все обучение должно заканчиваться предметно. Вот, трудоустройство, да, то есть вы должны четко понимать, что инвестиции возвращаются, поэтому вот такая вот цель. Только так. По-другому это все профанация, распиливание бюджетов и так дальше, и кидалово. Значит, что еще интересно? Вот такая вот статистику мы сегодня как-то пособирали. У нас вот на данный момент учатся где-то там 1650 с чем-то студентов. Вот. Мы самые большие вообще в Восточной Европе, вот как платформа, как какое-то такое вот, какая-то движуха, да. То есть, вот почему мы университетом стали? Ну, мы уже подошли к этому очень сильно вплотную. Вот. Поэтому это прикольно, это классно. И мы будем дальше развиваться и вот вместе с вами. Дальше. Что еще интересно? Про выпускников. Вот кто, где работает, пожалуйста, говорите, где вы работаете. Это важно. Почему? Потому что, опять-таки, знакомство, вот здесь вот мы перечисляем, да. Вот ЦИСКа много, 10% инженеров это наши. Дальше. Что интересно? Ребята идут в Huawei работать. К сожалению, такая вот тоже статистика есть, да. То есть, Huawei дышит в спину ЦИСКа и туда тоже идут работать. Воля, Ланет, Макдональдс, Интертелеком, Новая Почта, Инфопульс, Водопон, Датагрупп, Триала, Насчетбанк, ну и так дальше. Кто здесь еще работает? Говорите, не стесняйтесь. Это нормально, это круто, что вы где-то работаете. А вы потом расскажете. Идем дальше. Значит, что еще хорошо? Средний балл. Вы очень хорошо учитесь, кстати, ребята, да. Вот тоже вам большое спасибо. В прошлом году Лена получила вот эту вот, как это сказать, Advanced Employability премию. За нее там… Признание от ЦИСКи. Да, признание от ЦИСКи было, Advanced Employability. Фишка в том, что как-то так получается, что у вас реально крутой балл и реально все трудоустраиваются. А что еще интересно? Вот по СССР статистика меня вообще сбивает. Там стопроцентная сертификация. Вот все, кто у нас учился до этого по СССР, еще ни один человек не провалил экзамен. Вот это вообще круто, это классно. И это перспективно. Вот Ваня расскажет про СССР, он там сейчас в СССР пытается удариться. Вот прикольно. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, ну и теперь детальная процесска расскажет, наверное, Лена. Да, я поделюсь, кто скажет, что забрал в нее микрофон. И она это все дело нам осветит. Так, я отдаю бразды правления. Да, меняемся. Так, маленькая ракировка, пока все заходят. Стой, стой, стой. Значит, кто заходит, пожалуйста, проходите. Так, коллеги, Константин Васильевич не очень меня представил, да, может быть, кто-то меня еще не знает. Там трансляция ведется, к ней подключаются вообще все, не обязательно те, кто у меня обучаются. Да, я тоже инструктор. Мы с Константином, в общем-то, сооснователи этой платформы. И, соответственно, я немножечко знаю о ней тоже. Вот, вы меня знаете как инструктора и, в общем-то, как, ну, скажем так, я занимаюсь еще организационными вопросами. И, соответственно, очень много кручусь вот в этих вопросах в том числе. Значит, действительно, мы такая компания, которая включила в себя опыт многих мировых лидеров в области IT с точки зрения обучения, да, их технология. Вот, и так получилось, что основное направление это именно ЦИСКО. Хотя мы стараемся расширить все время, каждый день над этим работаем, наше портфолио. Но в основном мы взаимодействуем именно с компанией ЦИСКО, и она хорошо нам откликается. Вот, и поэтому сегодня мы поговорим о ЦИСКО и как туда трудоустроиться. Но я думаю, что мы будем практиковать такие же мероприятия для того, чтобы вас знакомить с другими крупными игроками на рынке, да, в сфере IT. Это, может быть, не обязательно сетевые технологии. Итак, начнем мы с того, что это за компания ЦИСКО. Может быть, еще не все. У нас есть новички, которые недавно начали обучаться, да, и, соответственно, не очень глубоко знают, что из себя представляет вообще ЦИСКО. Что хорошего в ЦИСКО, это то, что в рамках своих образовательных программ они дают очень широко технологии, которые являются независимыми от производителя, да. Но сегодня мы говорим именно о ЦИСКО. Итак, ЦИСКО начиналось с вот этого моста, да, я думаю, все знают этот мост в Сан-Франциско, так, и, соответственно, по этому мосту есть логотип у ЦИСКО, так, и начиналось все дальше. Начиналось все с семейной пары, которые придумали маршрутизаторов. И после этого, то есть в 80-х годах, 86-й год, это примерно когда я только появилась, вот, и с этого года, вообще компания в 84-м, по-моему, году появилась, с этого года начинается их бурное развитие вместе с развитием интернета. И ЦИСКО становится лидером в очень многих вопросах. Вот здесь вот приведены те продукты, которые появились на рынке фактически впервые, и их придумала ЦИСКО. Некоторые вещи я узнал в футбольной. Маршрутизатор. Первый маршрутизатор мультипротокольный, да, это разработка ЦИСКО, вот той самой семейной пары. А вот протокол BGP, коллеги, в 89-м году его придумала ЦИСКО. Вот. И так далее. То есть много чего ЦИСКО в 2005 году разработала первый мультисервисный фарвол, межсетевой экран, который называется АСА. И несмотря на то, что Константин Васильевич мне подсказывает, да вообще-то они купили чужую технологию, там, вы что-то там сделали, и сделали это своим продуктом. Какая разница? Ведь те компании, которые раньше над этим работали, которые купила ЦИСКО, они, наверное, что-то хорошее делали, но это и было не лучший продукт. И ЦИСКО сделала из этого лучший продукт. Да, и в очень многих вопросах ЦИСКО лидер. И лидер мнений на сегодня в области инфокоммуникации. Да, ну, я уж не говорю там телепрезенс, коллаборейшн у них есть, целое направление и так далее. То есть кому захочется... Да, я там всего не знаю. Причислено. Константин Васильевич, мне нужно переключить слайд. Вот, значит, много чего, много даже... Я хочу следующий слайд. А, терабитный маршрутизатор. Первый терабитный маршрутизатор. И вот на сегодняшний момент это... Ну, это не так давно случилось, да, на сегодняшний момент это вообще очень круто. Вот, ну и, собственно, на рынке, если сравнить с другими компаниями, ЦИСКО стала во многом лидером во многих областях. Да, здесь показано, где ЦИСКО стала номер один. Это 50% рынка по беспроводным сетям, да, это номер один по маршрутизации, номер один по продукту такому, как телепрезенс, да, ну, наряду с другими, по сравнению с другими аналогичными продуктами, 50% рынка. Вот, обратите внимание, ну, вот номер два по серверам. У ЦИСКО вообще сервера появились буквально, там, 5 лет назад. Они было раньше таких продуктов, и они вырвались очень сильно в этом направлении. Да, там, по коммутации, по веб-конференциям первые, по хранению данных, сети хранения данных, по голосовым технологиям и по безопасности. Номер один на рынке. Количество рынка, да, 31% из всего рынка, это по безопасности, да, секьюрити, я смотрю, последний кружочек. 31% всего рынка, это ЦИСКО, да, все остальные там в меньшей степени представлены. И что из этого следует, следующий слайд, что из этого следует? То, что у ЦИСКО растет, каждый день растет количество клиентов. Партнеры, они называют, ЦИСКО называют всех своих клиентов партнерами. Почему? Потому что они настолько взаимодействуют друг с другом, что, ну, как бы это не просто предоставление сервиса, это очень плотная работа и взаимодействие ежедневное. Растет количество пользователей, клиентов, партнеров каждый день, и, соответственно, ну, вот здесь до 2014-го, на сегодняшний момент уже больше, уже перевалило за цифру 5, да, вот, давай дальше. Вот, значит, в очень разных областях ЦИСКО предоставляет свои услуги. Это касается как сетей, да, обслуживания сетей, дата-центров, вопросы безопасности, облачные вычисления, там, технологии совместной работы, IoT, это новое направление, которое появилось не так давно, но ЦИСКО уже сейчас набирает сотрудников для того, чтобы работать в сфере интернета вещей. Вот, и у нас сейчас этот рынок не очень развит, да, я в конце вам дам все ссылки, где посмотреть, вот, и, соответственно, вы увидите, может, удивитесь, но там действительно есть интернет вещей, хотя мы до сих пор в своей Украине находясь, считаю, что мы учим тому, чего еще нету на рынке. Это перспективное направление в ЦИСКО, оно уже есть и востребовано. И по различным направлениям поддерживает своих партнеров, клиентов ЦИСКО, это в основном консалтинг, но, тем не менее, это и внедрение решений, это оптимизация решений, это тренинг, учеба, обучение, да, сотрудников этих компаний, вот, ну, техническая поддержка. С различных точек зрения вот эти направления задействованы. Дальше. Ну, немножечко о том, что конкретно делает ЦИСКО, потому что вы когда туда идете работать, ну, вообще, когда вы вздумываетесь над тем, что нужно бы пойти работать, да, чтобы зарабатывать чего-то, вы думаете, что я конкретно буду делать. И у меня часто спрашивают, ЦИСКО это что-то такое эфемерное, чем вообще там занимаются, там работают. Вот. И, в частности, здесь вот несколько таких вот слайдов, посвященных тому, какие сервисы предоставляет компания ЦИСКО своим партнерам, своим клиентам. Чаще всего это работа над какими-то длительными проектами, потому что ЦИСКО чаще всего работает с клиентами долго, да, и, соответственно, развивается вместе со своими партнерами, вместе с сетями своих партнеров и сервисами. Так, это работа с сетями непосредственно клиента, это обслуживание, там, какие-то аналитика какая-то, да, тестирование каких-то решений. ЦИСКО постоянно развивается и часто подстраивается под клиента. Вы не поверите, но если клиенту нужен какой-то сервис, а его не хватает в операционной системе, они допиливают операционную систему, да, поэтому есть в линейке, кто учился на третьем семестре, вы изучали лицензирование, и вы там видели вот эти ветки, как развиваются операционные системы, там была технологическая раньше ветка, теперь она одна, и, соответственно, там появляются новые продукты. Очень часто это продукты запиленные, то есть реализованы под конкретную задачу для конкретной компании, поэтому ЦИСКО развивается вместе со своими партнерами, которых она поддерживает. Дальше. Техническое обслуживание. Да, ЦИСКО говорит о том, что у них highest, то есть наивысший уровень технической поддержки сетей компании. Там решение, трэблшутинг, решение проблем, high customer certification, то есть учтите, что даже если вы работаете инженером, куда мы вас ориентируем, вы в любом случае очень много взаимодействуете с клиентами, потому что им нужно, их нужно тренировать, им нужно объяснять и так далее, и тому подобное. Вот. И ЦИСКО считается наилучшей технической поддержкой, вот именно с этой точки зрения, да, наряду со всеми остальными своими сервисами и продуктами, наилучшей поддержкой в мире. Дальше. Вот. Ну и тоже несколько таких сервисов, которые предоставляет облачный сервис, сервис управления, который предоставляет ЦИСКО. Это, ну, в любом случае, проактивный трэблшутинг, то есть быстрая реакция на, может быть, еще не начавшуюся проблему, да, когда только она ощущается, вот есть какие-то ощущения, оптимизация и длительная поддержка. В любом случае длительная поддержка клиентов для того, чтобы у них постоянно все работало, не так, что поставили, забыли и до свидания. Нет, постоянно нужно развиваться. Дальше. И, соответственно, компании ЦИСКО нужны инженеры, им нужны сотрудники, им нужен штат для того, чтобы выполнять эти задачи, для того, чтобы обслуживать растущие запросы, то есть растущее количество клиентов, которые пользуются все новыми сервисами, которые разрабатывает ЦИСКО. Вот, поэтому у ЦИСКО есть достаточно серьезный подход к подбору кадров. Да, вот об этом мы сегодня и поговорим. Значит, здесь представлены в целом все программы, по которым вы можете попасть в компанию ЦИСКО. Это касается не только Кракова, Польши. Точно по таким же программам вы можете трудоустроиться. Ну, единственное, что, может быть, они не все есть, не все востребованы. В Украине, да, потому что в Украине в основном находятся, ну, те, кто продают, продажники это называется, да, технических инженеров здесь немного. Вот, значит, ну, и это касается и других стран, где ЦИСКО представлено во всем мире очень хорошо, других стран, которые только можно увидеть на земном шаре. Так? Больше про программы. Больше про программы. Значит, какие-то программы есть. Инкубатор интерн называется. Инкубатор инженеров ЦИСКО, это интернатура, что ли. Вот, это дополнение к основному образованию, которое подходит для студентов. Дальше, New Graduate, это та программа, которая подходит тоже для студентов, выпускников или тех, у кого опыт небольшой с работы с оборудованием ЦИСКО. Так? Дальше, профессионал. Раньше был Experiences, то есть опытный. Сейчас называется эта программа профессионал. То есть вы можете, конечно же, попасть в ЦИСКО и в более серьезном возрасте с большим багажом знаний и умений, да, на конкретные вакансии, например, там, по безопасности, где нужен большой опыт. Так тоже можно. Но есть вот этот Apprentice, не знаю, кто знает лучше английский, мне скажет, как это читается. Это помощник. Это помощник кого-то, там, инженера и так далее. Дальше, программа КООП. Если честно, с трудом я разобралась, что это такое, там, взаимодействие, во взаимодействии с кем-то, появляются, наверное, с партнерами, появляются какие-то вакансии, которые нужно закрывать. Вот, и менеджмент, она в самом конце, потому что мы в основном с вами не управленцы, а все-таки инженеры. А менеджмент касается все-таки там управления, ну, например, там, project manager, да, или кто-то еще вот в этом плане, который непосредственно не работает с оборудованием. Такое там тоже востребовано, но нужны администраторы, которые будут сидеть, девочки, администраторы или мальчики, которые будут сидеть при приеме клиентов, да, принести чай, кофе. Такие тоже вакансии есть. Вот, значит, вот эти программы, они взяты не с потолка, они взяты с сайта для, предназначенного для работы, выбора, поиска работы в ЦИСКО. Я в конце дам ссылку, все будет дальше. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что приблизительно одинаково происходит набор по любой программе. Мы больше остановимся на инкубаторе. Почему? Потому что это длительный процесс. Во всех остальных случаях будет проще, быстрее, или да, или нет, да, будет быстрее. А в инкубаторе вам придется еще годик помучиться, если вас туда возьмут. Ну, поучиться, да, поучиться. Я не то слово сказала, что-то не то. Вот, итак, поехали. В этом году по инкубатору уже пятый заход. 5.0, версия 5.0. Значит, и, соответственно, в этом году такая инсайдерская информация. В эту программу набирают 100 человек. 100 человек. Но учтите, что 100 человек со всего мира. И, соответственно, нужно все равно стараться. В прошлом году было меньше, но из Украины взяли, по-моему, 7, да, или 6. Да, 10%. Так, для кого предназначена эта программа? Конкретно эта программа. Это программа для студентов и недавних выпускников. Она предназначена для того, чтобы вот этих ребят, которых нету опыта, еще доучить. Во всех остальных программах вас берут уже фактически как готового специалиста. И доучивать, ну, предварительно ничего не будут. Но, тем не менее, набор примерно одинаковый. Итак, что дает участие в программе инкубаторы? Итак, значит, в целом, ну, вот все сообщество ЦИСКО, оно мультинациональное. Вы должны это понимать. Тут толерантность стоит на первом месте. Гендерные вопросы тоже очень важные. Поэтому у девушек, на самом деле, большие перспективы. Потому что в основном идут ребята, у них конкуренция большая. А должно быть 50 на 50. Вы поняли? Девчонки, где, где, где девчонки? О, вижу. Ну, вот посмотрите сейчас в аудиторию. Так, ну, я не к этому. Мультинациональная толерантность, и все в таком духе. Вам придется общаться с совершенно разнообразными ребятами абсолютно из разных стран. Поэтому, поэтому это здорово. Ну, на мой взгляд. Я люблю с разными общаться, ребятами, вот, из разных стран, и их опыт очень интересен. Да, в этом себя ни в чем, в этом не ограничивайтесь. Дальше, вас в этой программе учат маршрутизации и коммутации в первую очередь, вот, для того, чтобы вас подвести к сертификации ЦИСКО. Об этом будут заботиться, и к этому вас будут подводить. Вы должны быть, как минимум, в конце этой программы CCNA, а лучше CCNP сертифицированы. Дальше. Учить будут, я сейчас отдельно остановлюсь на учебе, то есть как они учат, но, в частности, через семинары оффлайновые и онлайн-вебинары. Вот, и чем учить, тоже об этом отдельно остановлюсь. Дальше вы будете изучать, узнавать в процессе этой программы о профессиональных навыках, которые вам нужны для общения с клиентами, особенно с недовольными клиентами. Ну, кто не любит общаться с довольными клиентами? Это легко и просто. А вот как общаться с недовольными клиентами, и как ему не говорить, успокойтесь, да, что приводит его в состояние бешенства. Вот, вот это надо уметь. Вот, фраза, пожалуйста, успокойтесь, не нервничайте, приводит человека в нормальное состояние бешенства. Этого нужно избегать, и вы это все прекрасно понимаете на себе. Дальше. И этому учат. Этому учат. Значит, вы, также вас учат индивидуально, готовят профессиональный английский язык. Это международный язык, и сейчас это, ну, как программирование, вторая письменность, английский это второй язык, в любом случае, который вы должны сейчас знать, и уже не должны даже об этом задумываться, никуда от этого не денешься. Вот, ну, и инкубатор, участие в инкубаторе, ребята, увеличивает ваши шансы попасть в компанию ЦИСКО, потому что, подходя к вопросу о трудоустройстве уже конкретно в компанию ЦИСКО, не в инкубатор, а в компанию ЦИСКО, вы гораздо больше подготовлены, да. Это приблизительно как курсы довузовской подготовки в университете. Да, как минимум они добавляют баллов. Дальше. Значит, теперь поговорю, ну, я еще немножечко остановлюсь на инкубаторе. Я знаю, что не всех он интересует с той точки зрения, что не все далеко студенты. Вот, кстати, подумайте о втором образовании. Оно дает вам возможность быть недавним выпускником. Да, его получить несложно. Кто-то мне сегодня звонил и спрашивал, как там университет телекоммуникаций. Вот, легко. Немножко усилий над собой, и будет, вы сможете сюда тоже попасть. Потому что на паспортный возраст они особо не смотрят. Вот, ну. Кстати, вот в других компаниях тоже. Главное, будет недавно выпускником. Итак, поехали. Значит, чему они учат? Я, в принципе, уже оговорилась, да, как. Предоставляется доступ в учебные материалы. Причем в эти учебные материалы включены и там лабораторные, и тренировочные какие-то квизы, то есть опросники, вопросы, да, опросники, экзамены какие-то. Вот. И, соответственно, вы все это можете использовать для того, чтобы почитать, изучить, повысить свою квалификацию. Значит, мы сегодня в неформальной части этого мероприятия вас познакомим с теми ребятами, которые уже прошли этот путь или которые уже становятся на этот путь. Поэтому вы можете у них более детально рассказать. Я, возможно, не совсем правильно рассказываю, потому что я не участвовала в этом. Вот. Значит, семинары, которые проходят локально здесь, в Киеве. Если вы находитесь, то не обязательно в Киеве, есть локация в других городах, но не в других городах Украины. В Украине только в Киеве. Так. И, соответственно, один раз в месяц нужно приходить на подготовку в офис ЦИСКО для вот этих семинаров. Ну, а в основном это вебинары, виртуальные конференции, где учат и техническим каким-то знаниям, дают технические знания, навыки. Ну, и вот те soft skills, о которых я говорила раньше, то есть личностные качества, которые вы должны обладать для того, чтобы комфортно могли общаться и работать в этой сфере мультинациональной. Девушки, я за вас. И, да, вот профессиональные скиллы, да, индивидуальный коучинг, то есть индивидуальная подготовка с профессионалами в различных областях, вот не технических. Английский язык, так, вот эти самые soft skills с психологами проводятся и так далее. Давай дальше. Константин Васильевич. Так, по поводу того, сколько занимает по времени. Значит, ребята, набор происходит ежегодно с апреля примерно по июль. Если не хватает этого времени, он растягивается до сентября. Обычно растягивается. По опыту прошлого года у нас много уже попали в сентябре. Будучи попадать с сентября включительно. Да, включительно. Потому что сама программа стартует в октябре. Давайте мы дойдем до этого. Значит, вот здесь вот в application, да, apply свои резюме. Вот, я потом скажу, где и где, где, где оно. Вот, значит, с октября стартует программа. Вся программа занимает 5 месяцев. И включает она в себя вот ту вот подготовку и сертификацию по CCNA и желательно CCNP. Не, а подготовка по CCNP тоже есть. Что значит желательно? На выходе вы должны быть сертифицированы. CCNA это must have. CCNP желательно. На вас все равно посмотрят. Если вы посещали занятия, если вы участвовали, вас все равно, скорее всего, пригласят на собеседование итоговое. И CCNP. Ребята, я хочу добавить вот по поводу CCNP. Дело в том, что какая ситуация. ЦИСКА, она ищет таланты. Давай я тебе стану, чтобы микрофон был. Давай. Я ближе стану, чтобы микрофон был. ЦИСКА ищет таланты. Есть реально кандидаты, есть реально студенты, которые приходят. Они говорят, да ну, вот у меня CCNA, но вы там хотите CCNP. Вот с ними разговаривают инженеры, проводят собеседование. А у парня знаний выше, чем CCNP. Это реальные ситуации. Вот. Бывают CCNP-шники, которые приходят и говорят, да ну, у меня грудь. Я CCNP-шница. Вот. И она не проходит. Понимаете? То есть тут по-разному нужно смотреть. Тут именно должны быть таланты. То есть лучших выбирают и этот самое главное. То есть вот нужно стараться. То есть еще какой важный момент. То, что вы вот за это время должны сдать какой-то экзамен. Или CCNA, или CCNP. Зачем? Вы должны показать, что вы умеете учиться. Вот там где-то сейчас будут требования. И вот там написано такое вот. Вот прям большими буквами написано, что… Желание учиться. Да, что вы должны поддаваться обучению. Вот. То есть фактически вот за это время проверяется, насколько вы поддаетесь обучению. Да, нужно дрессировать себя, чтобы учиться. Я согласен с этим. Володя, что-то мы не так говорим, да? Вот. Это нужно. Поэтому это классно. Если вы там знаете что-то, это прикольно. Не знаете, да учите. Но вы должны, вот какие-то этапы должны быть. Вот мне интересно вот спросить тех ребят, кто там уже, например, Ваня. За год ему нужно сдать какой-то новый сертификат или нет? Одел Ваню. Там на диване. Или не нужно сдавать сертификат новый? Новый сертификат сдавать нужно какой-то более продвинутый? Пока еще вас не трогают. А, у вас еще контракт не заканчивается. Вот. Но, по-моему, нужно. Мне кто-то говорил, что заставляют. Значит, смотрите, по поводу сертификации все достаточно гибко. И они очень смотрят не на ваши глубокие технические знания, навыки, а больше на сколько вы адекватны. 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 Все услышали? Значит, еще раз. Адекватность. Это офигенное преимущество на рынке труда. Мы столкнулись с тем, что 35% выпускников элитных украинских заведений не знают, как их зовут. КПИ. Вот. Нет, я серьезно говорю. 35% не знают, как их зовут. Поэтому главное – это адекватность. Если вы знаете, как вас зовут, это уже офигенное преимущество на рынке труда. Можете продиктовать по буквам. Значит, что происходит дальше? Вот до марта длится программа. Вы обучаетесь, сдаете экзамены. И дальше в марте происходит повторный отбор. И здесь уже приблизительно так же, как в самом начале, но уже, скорее всего, с большими к вам претензиями, вас снова проводят через собеседование. И уже с сентября, если вы успешно прошли собеседование с сентября 2018 года, да, на следующий год, то вы уже трудоустраиваетесь на полную. Вот в штатах начинается с сентября по 31 августа. Вот в этом привязка идет к сентябрю. Вот. Поэтому вот это, как бы для нас это немного странно, вот, ну, чтобы тоже это вот понимать. Вот. Вот так вот так. Обратите внимание на то, что вот примерно в этом же промежутке времени, где-то в апреле-майе, происходит набор по программе New Graduate. Да, в апреле-майе. Там уже ничему не готовят. Но там, этой вакансии закрывают те места, куда не попали прошедшие ребята, прошедшие инкубаторы. Да? То есть это приблизительные требования к ним такие же, как к тем, кто прошел инкубатор. Ну, приблизительно, это все же самое. То же самое. Ну, то есть после инкубатора, вы можете попасть в Градуэйте на запасе инкубатора, либо просто вот в подарок. Покажи предыдущий слайд, там, где программа написана. Предыдущий. Еще. Еще. Вот, New Graduate. Вот после инкубатора и вот эти, кто сюда идут, требования к ним одинаковые. И вот этой программой она открывается ненадолго. Закрывает вот кто не прошел сюда. Вот те вакансии, которые не прошедшие. Подавать нужно... Все остальные доступны все время. То есть ребята все время ЦСКА проводят набор. Вы хотите подавать на инкубатор тоже? Если вы знаете больше, вас просто впереди и привыкнут граммам. У нас был случай, да, что он пошел, парень пошел по New Graduate, возможно, он сейчас участвует, это Игорь, участвует в сессии онлайн. Вот, и он пошел на New Graduate, ему говорят, ну, чуть-чуть, вы классный, но чуть-чуть не хватает знаний. Мы вас переводим в инкубатор, да, и, соответственно, вот такие возможности тоже есть. Вот Костя Ковальчук... Было наоборот у Костя Ковальчук. Да, он тоже подал, значит, ему говорят, ты много знаешь, вы сейчас инкубатор. Он пошел на инкубатор, нам говорят, да мы вас берем сразу. Да, давай дальше. Дальше, 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 дальше. Требования. Ребята, это важно. Значит, эти требования приблизительно одинаковы для всех, ну, за исключением некоторых, по любой программе. Нужно общаться на английском. Но не думайте, что там прям суперфлюент, супер, прям такой, как родной язык нужен, беглый. Нет, все прекрасно понимают, рекрутер имеется в виду, и те, кто проводит технические собеседования, прекрасно понимают, что вы не native speaking English, то есть это ваш неродной язык. И они очень много, намного закрывают глаза. У них в основном это тоже неродной язык, совершенно верно. И у клиентов это тоже неродной язык, но, тем не менее, my name is Kostya, I am from Kiev, Kiev is the capital of Ukraine. Нужно из себя выдавить. Нужно знать текст 9 класса, скажи там в микрофон. Как? Нужно знать текст 9 класса, сказала в микрофон. Тут девушек еще спрашивают замужем в микрофон. Это новый вопрос, которого не было в 9 классе. Значит, для инкубатора важно, чтобы вы были последний год обучения, это бакалавр или магистр, сейчас уже специалистов нет, но им, в общем-то, все равно, университета. Или, закончив университет, не более двух лет. А для всех остальных, ну, если это не менеджерская должность, нужно техническое образование. Образование все-таки должно быть. Там, бакалавр или выше, это не важно, но тем не менее. Какая специальность? Не обязательно телекоммуникация, инженерная, достаток, ну, все, что угодно в области IT. Программист тоже подойдет. Почему, кстати, программисты сейчас очень хорошо, они на них смотрят, потому что у них открываются все новые направления именно в области SDN, да, Software Defined Network. И, соответственно, облачные вычисления и все в таком. И программно-определяемые сети. Значит, что вам еще понадобится? Для инкубатора достаточно базовых знаний сетевых технологий. Не нужно там врать и говорить, что у меня там супер-пупер знания. Вам достаточно сказать, я в данный момент нахожусь на первом семестре сессионной. И они окей. То есть для них это нормально. Если вы пойдете по программе профессионал, естественно, у вас должны быть соответствующие знания в этой области. Да, они будут написаны в тексте вакансии. Ну и вот самое последнее, это, пожалуй, одно из последних, но не последних по важности. Это высокая мотивация. У вас действительно, вы должны быть мотивированы. Когда вы придете, если вас спросят о компании ЦИСКО, то вы должны приблизительно хотя бы знать, что это такое. У нас одну девочку не взяли, потому что она не смогла ответить, что вы знаете о ЦИСКО. Они говорят, ну, когда вы подаете свое CV, резюме, ну, хотя бы интересуетесь, что это за компания. Ну, как бы да, да. И самое главное, у вас должно быть желание учиться. Потому что ЦИСКО, да и вообще сфера IT, она связана с постоянным повышением своей квалификации. Поэтому учиться, 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 и ваше желание учиться, и ваши способности учиться являются очень важными. Переключатель. Да ладно, у меня же есть переключатель. Так, теперь пошаговый план. Пошаговый план. Значит, мы говорим сейчас об, в целом, ну, и конкретно о инкубаторе. Приблизительно набирают одинаково. Значит, первый шаг. Вы подаете резюме. Своё резюме на сайте job.cisco.com, где представлены абсолютно все вакансии от ЦИСКО. Так, это первый шаг. Значит, там непростая форма. У кого будут возникать вопросы, обращайтесь к нам. Ну, вот ребята здесь есть, которым тоже можно обратиться по этому поводу. Но это нужно сделать. Следующий шаг, если вы подходите в общем по резюме, именно поэтому я говорила вам, берите с собой резюме для того, чтобы мы их обсудили. И что там должно быть, обсудили. Вот, следующий шаг, это телефонное интервью. На этом интервью вам позвонят из Амстердама или из Лондона. В общем, если номер совсем непонятный, берите трубку. Разный. Было такое, что плохой английский у Олега Мороза, и он не смог общаться. Вообще не разобрал. Значит, что проверяют на телефонное интервью? Это буквально 5 минут. Да? Или это уже... Нет. Нет. Это большое. Будет два телефонных разговора. Тут можно разделить на две веточки. Значит, первое, это совсем просто по телефону позвонят. И буквально 5 минут уделять внимание тому, что выяснит, ну, вот, продиктуете имя по буквам, да, вашу адекватность, ваши способности говорить и взаимодействовать. И через телефонное интервью вам назначат собеседование через WebEx. Вот это собеседование будет подольше, да, там, согласуете день и так далее, вам пришлют еще письмо на всякий случай. Вот. И WebEx уже где-то полчаса будет, может, больше. Минут? Ну, у кого все хорошо пошло, как по маслу, а у некоторых и час был, у кого не получалось со связью и так далее. Значит, что будут выяснять уже на WebEx, коллеги, вашу мотивацию, ваш бэкграунд, то есть ваш опыт, да, вашу вообще жизненную позицию. Конечно же, ваш интерес к вообще инженеру в IT, да, и в частности к Cisco. Ну, и, собственно, ваша практика английского. Ничего страшного, если вы не сразу будете подбирать все слова. Пока вы по WebEx будете говорить, можно где-то что-то подсмотреть, да, там, транслей Google.com неплохо переводит. Вот. А у меня не работает. Камера включена на WebEx, камера включена. Не, ну, случайно там закрыл. Неважно. Вот, в общем, там будет, вот, в общем, возможность еще куда-то что-то подсмотреть. Дальше. Значит, после этого интервью, если все окей, да, если вы проходите следующий этап, вас приглашают на так называемый Talent Day. То есть день талантов. Вот там вы должны показать талант, а не технические знания и навыки. Не факт, не факт. Вот, я же вратой говорю. Значит, талант, да, значит, в основном это собеседование, ну, оно проходит в офисе ЦИСКа в Киеве, в любом случае. Не, ну, понятно, что в других, в Украине. Это может быть, да, они узнают локацию. Значит, в целом, поскольку набирают людей по всему миру, соответственно, в каждой стране, в крупных городах, где есть офисе ЦИСКа, там проходит собеседование. То есть если вы в текущий момент, когда подали свое собеседование, находитесь в Италии, то вас пригласят в Рим, скорее всего, или Милан, где у них там офис находят. Вот, значит, это да. Если в Польше находитесь, пригласят в Краков. Вот, там собеседование будет проходить в несколько этапов. Это тест, причем тест включает в себя как технические вопросы, так и не технические, вот, на сообразительность. Привожу пример. Правда, мне кажется, я его уже как-то интерпретировала, но приблизительно это выглядит так. Одному сотруднику, инженеру, нужно, он настраивает маршрутизатор за 15 минут. Сколько нужно сотрудников и времени для того, чтобы настроить 5 маршрутизаторов? О, видите, аналогичный вопрос. То есть вас уже, вас уже направляют. Я тоже не знала. Значит, дальше техническое собеседование с техническим специалистом, скорее всего, и HR там где-то рядом будет находиться. Дальше вы должны будете показать свои презентационные навыки. Вам предварительно дадут, в письме пришлют список тем, по которым вы должны подготовить 10-минутную презентацию. И, соответственно, по этой презентации будет видно, как вы умеете говорить, и как вы хорошо держитесь перед аудиторией, да, в критических ситуациях, когда вы сильно переживаете. Вот, значит, ну и вообще-то до недавнего, я сейчас оговорюсь, что недавно случилось, был еще один этап. Это либо работа в команде, причем работа в команде проверялась не только вот в конкретной локации, да, через WebEx, через TelePresence с теми ребятами, которые тоже проходили интервью в данный момент в других странах. Нужно было с ними договориться. Либо это может быть работа с клиентом. Да, клиент недоволен сервисом, ему нужно помочь, подсказать, объяснить, как решается задача и успокоить его по возможности. По последним интервью, собеседованием, по крайней мере, на инкубатор, вроде как не было этой части. Да, ну вот Женя больше подскажет, да, мы это уточним. Во всех остальных было, то есть, например, в New Graduate набирали весной, было либо работа с клиентом, либо вот работа в команде. Это тоже важный, важный момент. Все собеседование занимает где-то три часа. Три, иногда больше часов, иногда меньше, вот, но тем не менее, вот, ориентируйтесь на такое время. Это третий этап. Вот, ну и четвертый, следующий этап, you are in, да, если все хорошо, вам напишут письмо, что вы прошли, если все плохо, то вам позвонят. Или не напишут. Они просто вас боятся. Да, кстати, это очень важно, они вас будут, я вот предварительно показывала, какие есть сферы деятельности, да, сервис, обслуживание, АЦИСКО, и вас определят в одной из этих направлений. Ну, или сами определят. Вот, окей, в общем, вот такое, такие дела, двигаемся дальше. Ну, и вот, в общем-то, себя, наверное, еще, Ваня, наверное, себя узнал. Значит, я долго искала, я посчитала всех, высчитала процент присутствия наших, и всех нашла. Да, значит, я начала, это ребята, которые как минимум год уже там находятся. Женя, вот, Женя, это наш, дальше, вот Аня, с которой мы сегодня пообщаемся по скайпу, Ваня, который нам очень повезло, он здесь, вот, и мы его сумели сюда привлечь, вот, вот, поэтому вы у него можете поспрашивать о том, как оно там, вот, значит, есть еще Богдан. Я возвращаюсь. Вот это вот, ага, вот это. И вот здесь, где-то я здесь, Костя, вот это, по-моему, Костя. Вот это, по-моему, Костя. Вот, короче говоря, ну, так, нормальный контингент. И это все ребята, которые за весь инкубатор, все время его жизни, эти программы пропали в компанию ЦИСКО. Да, и вот сейчас на текущий момент работают. Вот, по различным направлениям. Да, там вот внизу написано, чем они. Они могут быть из разных отделов, но, тем не менее, это одна единая структура и команда. Они все друг с другом знакомы и прекрасно общаются. Дальше. Да. А, нет. Нет. Преполагается, что вы студент университета в целом. Да? То есть, что вы обеспечены. Значит, коллеги, смотрите, какая ситуация. Когда вы обучаетесь, считайте, реально на вас тратятся и так ресурсы. Дальше. Чтобы прямо вот, чтобы вы ходили на пары, чтобы вам стипендию платить, такого тоже нет. Кто обратил внимание, занятия еще раз. Раз в неделю, вебекс, в среду, вечером, один час. А так там на обучение. Дальше. Раз в месяц, в четверг обычно, да, по-моему, было. Не, правда. Раз в месяц, раз в месяц, в офисе ЦИСКО, неважно где, Киев, Москва, Алмата, Краков. Краков, вы там собираетесь, и то, по-моему, не целый день, да? Целый день. Но обед оплачиваем. Но там будет обед, кофе и выпивка. Да, плюшечки, да. Там будет ЦИСКО и плюшки. Что еще важно? Смотрите, вообще эта программа бесплатная. Это прикольно. Ну, реально, там инженеры учат инженера. Это классно. То есть, лучшие инженеры, они учат вас. Это раз. Во-вторых, ЦИСКО оплачивает вам сертификацию. Ну, например, ту, которую вы хотите. Хотите CCNA, хотите CCNP. Дальше, если вы его провалите, вы можете, по-моему, трижды, они, трижды могут вам оплатить, да? Или один раз? Нет, один раз. А, это сотрудникам трижды оплачивают. Сотрудникам трижды оплачивают CCAE. Что, дорого. А потом увольняют. Потому что нам не такой сотрудник нужен. Да, то есть, если вы за трижды, за три раза не сдадите CCAE, вас уволят. Наверное, я не знаю. Так вот, идея еще раз. То есть, вам оплатят сертификацию. Это тоже деньги. Что еще важно? То, что, ну, вообще сейчас CCNP очень подешевел, сертификация. Она сейчас стоит 250 долларов. Раньше это было 850. Там только CCNP, раут, да? Да, то есть, ну, вот, поэтому, это и так классно. Вот, поэтому, как по мне, ну, что еще важно? Ну, то есть, вы реально добираетесь знаний здесь. И это классно. И это бесплатно. И после этого не обязательно работать в ЦИСКО. Об этом мы тоже поговорим. После инкубатора не обязательно работать в ЦИСКО. Это классный просто опыт. Это будет, вы в любом случае получите. За который многие хотели бы даже заплатить, попасть туда. Если вы не пойдете, если вас не возьмут, ну, у вас останутся знания. Почему я говорю, что нужно учиться? Потому что знания, они с вами. Их, ну, блин, разве что трепанацию черепа сделают, понимаете? А так они с вами всегда. И это классно. Да, ну, поняли. На месте. Так, ну, и такой подводящий итог слайд небольшой. Значит, к чему ЦИСКО призывает? Да, становитесь ЦИСКО-инженерами. Не обязательно ЦИСКО. Вот. Сфера IT достаточно широкая. ЦИСКО дает огромные возможности просто работать в этой области. Так, не обязательно в самой компании. Становитесь экспертами в области сетевых технологий, инфокоммуникационных технологий, как сейчас говорят, ИКТ. Так, дальше. Получаете сертификаты. Да, в рамках ЦИСКО. Они вам оплатят. Эти сертификаты котируются везде. Это универсальный документ, который вам дает возможность войти в сферу в IT. В IT-в IT, да. Ну, это не масло-масляное, но это разные слова. Значит, продолжайте обучаться и развивайте свои soft skills, личностные качества. Ребята, старайтесь быть адекватными. Я все понимаю, ситуация сложная, везде, у всех. Но, тем не менее, мы все можем быть достаточно адекватными для того, чтобы работать в этой сфере, для того, чтобы добиваться высот. Да, это важно. Значит, работайте над тем, чтобы расти, изменяться и улучшаться в IT-индустрии. Да, и подключайте неподключаемое. Connect unconnected. Это то, что ЦИСКО сейчас очень любит, это направление, да, интернет вещей. И к этому всех призывает. Вот, ну, собственно, наверное, там, вот, дальше ссылочки идут. Да, это можно сфотографировать. Вот, в целом. Ну, мы поделимся презентацией. Я поделюсь, да, презентацией. Но, в целом, можно. Я могу встать на фоне. Куда вообще нужно заходить каждый день? Job Cisco.com. Это тот источник вакансии, за которым нужно постоянно следить. Если вы хотите попасть в компанию ЦИСКО. Значит, смотрите, у Netacad, да, на Netacad есть Netacad Advantage. Раньше в него можно было попасть только под своим логином, паролем от Netacad. Сейчас я увидела, что это открытый ресурс. И, соответственно, там вы можете, там выкладывается огромное количество материала по трудоустройству. Много проводится вебинаров по трудоустройству, которые туда же выкладываются. Вы можете, там есть график вебинаров. Вы можете, как поучаствовать в онлайн-вебинаре, так и посмотреть его потом в записи. Там есть примеры резюме. Ребята, отличные примеры. Теперь уже все в ЦИСКО. Вы бегаете и спрашиваете, как написать резюме. В Netacad Advantage заходите, скачиваете и туда просто вставляете свое имя. Ну, не совсем просто вставляете. Я утрирую, потому что там на разные вакансии есть резюме на разные должности. Ну, выберите то, что вам ближе. Ну, и наши ресурсы, за которыми тоже можно следить. Мы тоже там публикуем иногда что-то интересное. Это ВКонтакте. У нас есть отдельный ресурс для работы. Мы туда иногда выкладываем хорошие вакансии. И на Фейсбуке. Туда тоже мы иногда что-то публикуем полезное. Вот. Значит, ну, в целом, я, наверное, все сказала. Спасибо. Как приятно, где цветы. Почему мне не бросают цветы? Не подготовились? В следующий раз подготовьтесь. Можно резюме опробить? Да, специфическое мероприятие. Что мы сделаем дальше? Дальше, ну, я, наверное, сейчас мы позвоним, наверное, Ане. Да. Мы начнем с Ани Емит. Да, позвоним ей по скайпу. Для того, чтобы ее не мучать, да, потому что она, ну, как бы... Ждет, переживает. Ждет, да, вот. Потому что мы здесь как бы сидим, там, да, может, человек чем-то занят. А вот. А потом, потом попросим тех ребят, кто уже, вы, кто уже прошел программу, кто уже работает в ЦИСКах, чтобы он вышел сюда и рассказал, как это. Я думаю, они все сюда выйдут, на стульчике сядут. Да, да. И как-то вот так мы сорганизуем. Да, какие-то свои группы там поделились, да, ответы. Да, вопрос, ответ. Какие-то неформальные вопросы там, да. Или они расскажут, какой их конкретно был путь. Потому что, что интересно, у каждого путь свой, и он уникален, шаблонов нету. И вы можете попасть в аналогичную ситуацию. И это вам будет очень интересно. Начнем мы с Ани, которая вот находится на связи. Давай. А в онлайне у нас звук будет или онлайн? Костя, что с этим делал? Можно просто туда положить, звук будет оттуда. Нет, на русском. Аня работает под субтитрой. Ага. Не выделаю. Отправляем. А в мессенджер зайти нужно. Ну, надеюсь, здесь. А? Разрешите. 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 Упс. Ньюерфайл зажен крестит. Ну да, петь, одею. Разрешите. Разрешите. Ха-ха-ха. Окей. Анечка, представьте себя, пожалуйста. Анечка, мы хотим, чтобы вы рассказали свой опыт, как вы вообще попали в цифра, и как там сейчас? Только недолго, если можно. Как, вы или не очень? Здесь куча людей. У нас онлайн-замплята, у нас куча людей. Привет. Здорово. День добрый, Анна. Окей. Очень коротко. Это был рандом. Если очень коротко. Вот. Это был рандом. И я так скажу, что рандом, он играет очень большую роль в нашей жизни. Вот. Да. А так как? Как получилось? Я пошла на курсы. Я поучилась. Потом в последний день осталась на инкубатор. В последний день меня позвонили. И я как-то туда попала. Вот. Потом нас учили. Ваня не даст мне соврать. Что-то было весело, что-то было не очень. Но, в общем, было очень прикольно. Вот. А потом так. Хм. А давай-ка пойдем на следующее собеседование. Ну, давай. Ну, в общем, на техническом интервью было очень весело, потому что я решила им рассказывать стихи. Ну, в принципе, я стихи рассказала про стихи. Нет. А? Продолжайте, пожалуйста. Я спросил Дениса. Я ему тоже говорю, стихи рассказывает про стихи. Не, не надо. Потому что этот стих уже всех задрал. Потому что все про стихи рассказывают. Если идете на собеседование, не выбирайте стихи темы. Я сейчас делаю интервью. И я каждое третье собеседование слушаю про стихи. Я уже не могу, честно. Пожалуйста. Только не стихи. Очень прошу. Пожалуйста. И не стихи. И не м стихи. В общем, не стихи. Вот. А так, ну, потом нас как бы так взяли. Да. Да, мне вот. Да, привет. Нас взяли и приняли на работу. Ну, как бы, честно говоря, надо просто подаваться. Есть люди, я лично знаю, те, которые по два-три раза проваливали собеседование. Просто так. Но никто на это не смотрит. То есть, серьезно. Никто не смотрит на то, что вы уже раз зафейлились. Вот. Это очень прикольно. Никто не смотрит на то, что вы уже были на собеседовании у них. То есть, все видят, насколько идет динамика. И это очень прикольно. Поэтому надо просто и плавиться, и все. А в плане работы я очень сильно не хотела, чтобы меня определили куда-то в voice или вот то, что связано с голосом или видео. Потому что это было тупо не мое. Вот. Но меня определили в дата-центре. Поэтому сейчас все очень сильно хардкорно. Я работаю с шифтами, потому что я работаю в CMS. Это самый Cloud and Managed Services. Мистический департамент, о котором никто не знает. Точнее, знают все, но никто об этом не говорит. Это как бойцовский клуб внутри ЦИСК, я думаю. Ну, вполне возможно. Да, и те, кто попадут в CMS, попадут в бойцовский клуб. Ура. Да. Я жду тебя. Я жду тебя. Я не помню. Вот. А чем я занимаюсь сейчас? По сути дела, чем занимается CMS, у вас есть компании, конкретно компании, которые вы поддерживаете полностью инфраструктуру. То есть вы полностью мониторите сеть. Вот. И компании самые разные. Из таких прикольных моментов, которые были, как только мы начали работать, смотрим, что-то у всех паника. Вот. Оказывается, там надо где-то заменить в каком-то дата-центре просто line-карт у свеча. Да. Вот. Ну и все такие, ну ок. Давайте отправим типа филд инженера, то есть какого-нибудь обычного человека, который пойдет в дата-центр, откроет ящичек, выпулит, впулит обратно. Все будет хорошо. Ну заказали, все отлично, нормально. На следующее утро звонок. Знаете, а мы не можем инженера туда отправить сегодня. Вы такие, в смысле? В смысле не можете? Ну понимаете, там Палестина как бы заминировала дата-центр, а у нас вертолетов свободных нету. И я такая сижу и такая, а так каждый день будет? Вот. Но это не каждый день, конечно, но такие вещи случаются. Особенно если вы работаете, скажем так, ну как бы B2B. И да, это в принципе весело. Вот. Поэтому работа эта, она действительно веселая. И люди там тоже веселые с обоих сторон. В хорошем смысле. Да, но так как я тренджу сильно много, намного будет интереснее, если у кого-то может не вкратиться вопрос. Потому что рассказывать я могу много и долго. Те, кто меня знают, они об этом очень хорошо. Вопрос. Кто хочет задать вопрос? Аня, ну серьезно. Че? Какие сертификаты? У меня сисены? То есть это такое дело. Константин Васильевич, ну что я вас вообще не слышу? Вы там где-то… А, окей. Ну то есть да, я вас не слышу, все правильно. Вот. По поводу сертификатов, смотрите, если вы уже попали в циску, в саму циску, конкретно вас уже взяли, положа руку на сердце, сертификаты там, скажем так, up to you, да, это если вы хотите как бы сдавать сертификацию внутри циски уже, когда вы, тогда, ну да, вы сдаете, выбираете, говорите своим менеджерам, как вам это надо. Но знание все равно есть, но чтобы попасть, конечно, намного проще, если у вас уже есть какие-то, скажем так, голы. Но CCNA это как бы фундаментальный левел, и если есть CCNA у вас в самой, скажем так, в самом резюме уже сданной, да, то это вас немножко бустит. Но будьте готовы, будьте готовы к тому, что это все проверится. Очень-очень легко, потому что так вот на скидку сказать, так как я уже провожу интервью, уже сколько, наверное, штук 15 провела, я скажу, проверить ваши знания очень и очень легко. И проверять не технические знания, а как человек ориентируется и понимает, как работают простейшие вещи. Например, легко могут спросить, объяснить своими словами, как работает свитч. То есть, ну, своими словами буквально, то есть, как на пальцах, как угодно. То есть, никто вас не требует там рассказывать про, а где форвардятся фреймы, ну, точнее, где происходит процессинг как бы этого всего, на CPU или на эпике. А давайте поговорим про неаксусы, потому что каталисты и так все знают. Не, никто этого не будет спрашивать. Вас спросят, а как работает свитч? То есть, главное понимание, за что я очень благодарна Костилу Васильевичу Ильине Владимировне, за то, что они дают именно понимание того, как оно должно работать и где оно работает. И вам потом намного проще, скажем так, придумать что-то, даже если вы этого не знаете. Потому что, я помню, как я проходила интервью на Инкубатор. Я такая стою, рассказываю, про ДНС, стою такая, рассказываю про домики, про консьержку, которая злая, не запускает, короче, FDQN и резолвится в сервера. Они сидят на меня, смотрят такие, ты вообще нормально или как? Говорят, не-не-не, подождите, давайте подумаем о том, что вот этот домик сидит в домике. Вот, и начинаю рисовать домик. Ну да, как вы видите, я прошла и я в цисках, поэтому я думала, что это сработало. Но потом начинаю спрашивать самые простые вещи. Вот, и как интервьюер уже скажу, что на самых простых вещах все и сыпятся. Например, разница между моделью ОСА и TCP. Какие уровни, где объединены и почему они объединены. Там, не знаю, на каком уровне, ну, для тех, есть люди, которые приходят на интервью и говорят, мой любимый протокол маршрутизации это BGP. И если интервьюер внезапно из раутинга и свитчинга команды, он такой делает. Сейчас мы посмотрим. Вот, ну и обычно скатывается все на том, когда спрашивают, на каком уровне работает BGP. А ну, вопрос, на каком уровне работает BGP? Модель ОСА. На самом деле, это очень спорный вопрос, и до сих пор очень много холиваров, но есть два ответа, возможно. Из семи два возможных ответа. Так что, кто ответил? А? И оба правильные? По сути дела, да, ну, как бы, судя по РФЦ, правильный только один. Но судя по ЦИСКО документации, правильный второй. Вот, поэтому все очень зыбко. На четвертом и на седьмом. Да, BGP работает на седьмом уровне, он считается как аппликейшн протокол. Я об этом тоже не знала, я такая сижу. Боже мой, куда я попала? Вот, но к этому очень быстро привыкаешь. Вот, поэтому да. А по поводу сертификации, я скажу так, любая специфическая сертификация CCNA, она совершенно, в большем случае, совершенно другая. Положа руку на сердце, я на днях завалила дата-центр экзамен. По той простой причине, что, оказывается, первый экзамен с дата-центром из 57 вопросов включал себя 40 по фабрику и по сторейджам. То есть это не Ethernet, это не нетворкинг, это FCE, FCOE, сторейджи, скази, все эти протоколы. И ты сидишь такой и... Ну ладно. Вот, но, как говорил Костин Васильевич, что в плане сдавания сертификации ЦИСКО очень сильно поддерживает тебя. Хочешь, иди сдавай. Хочешь материалы, на тебе материалы. Хочешь лабу, на тебе лабу. Хочешь что, сиди конфиш. То есть, ну, это, скажем так, насколько вы сами выделите себе время. Как-то так. Спасибо большое, Анечка. Мы за вами скучаем. Да, конечно. Вот, так что, если, опять-таки, у кого-то будут какие-то вопросы, опять, про интервью я не имею права ничего рассказывать, про то, как оно сейчас проходит и все остальное, потому что сейчас я с другой стороны, скажем так. Вот, но в плане, если у кого-то есть какие-то вопросы, или что-то в этом роде, или что-то интересное, вы можете писать. Я довольно прямой мне человек. Если я буду занята, я скажу, что я занята. Спасаю мир. Спасибо большое. Да нет. Хорошего вечера. Пока. Спасибо, пока. Пока-пока. Так, ну что, мы продолжаем берега. Слышно так же. Ну что, давайте тех, кто прошел, кто у нас там прошел, вот начнем с таяния. Таянию забежать надо, поэтому мы начнем с него. Давайте все вместе. Поддержим друг друга. Так, да, поддержите, пожалуйста. Рассказываем, дополним. И Ваню тоже, пожалуйста. Проектор, да. Костя, тогда они будут просто держать. Начнем с таяния. Что интересно, это то, что он как бы не совсем украинец. Не совсем. Ну, тем не менее, он студент КПИ и, соответственно, вполне учится здесь и вполне имеет шанс и возможности попасть туда. А, таяния, расскажите про свой опыт с тандалом, вот. Что вы, может, рассказывали. Окей, всем привет. Вот, как сказал, меня зовут Таяния. И, ну, что сказать. Чем ты увлекаешься. Ну, кто-то знает английский. Хорошо. Хорошо. So, let me explain, because, like, it's my native language. So, it was a very good experience to be there. And I, even if you don't finish to work for Cisco, it's a good experience for you because at the end, you will have that certificate to say that you were in the incubator program. And at the end, you open doors for open other companies. Yeah. So, even networking companies, they will run for you if you want just for that incubator program. So, I think, yeah, that's what I can say. And also, the certification is for free. So, just enjoy. You don't pay money, you don't do anything, just go and you study, you have, like, Kostya says, знания. That's all. That's all you need. Describe your theme on final segment. What was your theme? Oh, yeah, yeah, yeah. I'm also, like, a programmer, like, programist. Yeah. So, I know Python. And, you know, Cisco, they use Python for their, how can I say? SDN. Yeah, for the SDN. So... Yeah. No, 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 no. It's the most simple language. It's totally different for C++ and everything. If you know C++, Python is going to be, like, I don't know, I don't know, Bosch. Yeah, no, no. Yeah. Simple. Yeah. Yeah, just simple. Python is very useful language. I mean, I just give you one, two months and that's enough to learn the language. I don't know. It's a good thing. I don't know. I don't know. I don't know. Интересным образом, я с четвертого курса очень хотел туда попасть, и после университета я специально пошел работать в компьютерный сервис, сервисный центр. Я там отработал порядка полтора-два года, познакомился с базой именно N-Device, познакомился с непосредственными вопросами администрирования на уровне не какой-то там манекейщика, а помощи с админа. И в дальнейшем это сыграло очень большую роль при моем, собственно, моей возможности попасть в СИСКО. То есть я к чему веду. Будучи студентом, у вас есть реальный шанс попасть и пройти в СИСКО. Это очень круто. Но если у вас есть реальный опыт работы администратора или человека, работающего в сервисе компьютерном, ваши шансы повышаются, поскольку вы за какой-то год, за два после университета, вы очень прокачиваетесь при общении с клиентом. То есть вы получаете навыки софт-скиллы, которые от СИСКО. Ну, для них это очень важные навыки. Ну, можно быть очень крутым специалистом, там, не знаю, у вас может быть красный диплом. Но если вы не способны как бы общаться с клиентом, выяснять, что ему необходимо... Так вот. И с Артемом, да. И с Артемом. А Артем попал уже, например, в СИСКО, а вот... А я не попал. Не попал. Да. Ну, короче, что хотел сказать. Значит, почему вообще... Самое главное, что я хочу вам рассказать, то, что не думайте, что если вы пропустите, то есть не попадете дальше уже в Польшу, да, как вот там Артем, вот, вы что-то потеряете, да. Почему? Потому что я вам скажу так, что если бы я, если бы я не пошел в инкубатор, я бы не прокачал свой английский, как минимум. Вот. У меня не было бы мотивации учиться дальше. Вот. И сейчас бы я не работал там, где я работаю. Ну, Елена Владимировна, я не знаю. Вот. Я не буду назвать компанию, но, скажем так, компания международная, вот. И меня взяли туда именно из-за того, что, ну, как бы, по итогам того, что я получил в инкубаторе. Вот. Поэтому, если вы вдруг не попадете, ну, все бывает, конечно, это не очень приятно, но это опыт. Вот. Что касательно инкубатора, скажу сразу, у меня был с Есеной, ну, в смысле, был, перед интервью у меня был с Есеной, вот, был хороший английский, все, но почему-то, вот, не знаю, может быть, из-за того, что они решили, что, типа, ну, у меня, в принципе, амбиции довольно много, и я мог бы там, допустим, поработать год-два, вот, получить все необходимые сертификаты и свалить, как бы. Я не знаю, может быть, так они подумали, вот. Но, в любом случае, я вам скажу так, что это хороший шанс, вот, просто поставьте себе цель пройти в инкубатор, дальше поставьте себе цель пройти в Польшу. Если вы не пройдете, то, когда вы обернетесь и посмотрите, что вы получили, вы удивитесь, потому что, на самом деле, вот, вы получили много. Вот сейчас я работаю в офисе, у меня процентов, наверное, 40, это ирландцы, 20% это португалы, ну, немного людей в офисе, человек где-то 15, но с учетом, что большая часть офиса это ирландцы, вот, и каждый день я общаюсь на английском, с ирландцами, там, разных, на разные абсолютно темы, вот. Плюс мне еще звонят по телефону, я общаюсь там с Голландией и так далее, вот, поэтому, в принципе, ну, я, как говорится, об этом раньше мечтать не мог, если бы не пошел в инкубатор. То есть, инкубатор это огромный, вот, как трамплин, знаете, вы прыгаете и вас подбрасывает вверх, вот так же и по карьере. То есть, вы идете в инкубатор и по карьере дальше уже после инкубатора, даже еще инкубатор не закончился, за где-то месяц до конца инкубатора, я только, ну, типа, я в резюме у себя указал, что я там учусь в инкубаторе, у меня есть система и там и так далее, на меня, ну, то есть, пошли предложения о работе, то есть, мне начали звонить и эту работу, которую сейчас я получил, меня нашли на нее, то есть, не я ее нашел, не я отправил резюме, а мне позвонили, вот. И таких предложений было, по-моему, три, и вот я из трех предложений выбрал одно, поэтому, ну, в общем-то, уровень инкубатора тут как раз-таки, мне кажется, очень-очень видно, вот, поэтому я думаю, что, если вы будете, если поставите цель, если будет у вас мотивация, то, поверьте, инкубатор это очень хороший опыт, учитывая, что много всяких бонусов, типа, там, бесплатной сертификации, ну, и так далее, вот. А вообще говоря, вот эти семинары и вебинары, несмотря на то, что они, как бы, они довольно короткие, но, ну, вот, плотные, вы туда приходите, вы туда, вы там как будто работаете, как будто на работу приходите, вот. И потом уже, вот, допустим, я помню семинар наш по секьюрити, это второй был, вот, из десяти до пяти мы сидели, слушали про первый уровень секьюрити, ну, в смысле, про физический, потом про канальный уровень секьюрити, про, там, сетевой уровень и так далее. А сейчас у меня произошла такая ситуация, что проблема была с SSL-сертификатом, вот. Мне уже не надо думать о том, какой это уровень, что такое сертификат, зачем он нужен, а куда его прикреплять, где искать и так далее. То есть я уже понимаю прекрасно, что это и где. Поэтому, короче, просто вот учитесь, поставьте себе цель и все будет окей, поверьте, найдут даже вас, я уверен. Если даже, вы не пройдете. Ну, как-то так. Спасибо. Женя в этом году, вот, буквально на прошлой неделе, он ходил в четверг на собеседование, и он только попал в инкубатор. Он расскажет про особенности этого года набора, ну, вот, все, что знает, да, опыт у него пока что небольшой в этом плане, но все, что знает. Ну, свежие, свежие пирожки. Всем привет, меня зовут Женя, я студент КПИ, сейчас нахожусь на четвертом курсе, перешел на четвертый курс, закончил третий. Моя история, связанная с циском, началась на втором курсе. Когда мне моя одногруппница сказала, посоветовала курсы, я пошел туда, я прошел их успешно, получился СНА. Ну, и вот решил двигаться дальше, в принципе, подал на инкубатор. Что ж, да, немножко они поменяли саму программу, саму интервью, то есть нету, не было там работы в команде, то есть не проверяли, не было работы с клиентом, тоже не проверяли. То есть было всего таких три этапа. Первый этап – это Велтам. Он, по сути, вам ничего не надо было делать, просто слушать. Вы приходите, и вам рассказывают, что такое инкубатор. У вас там будет много разных стран, есть разные люди. Следующий этап – это техническое интервью, его никуда не убрали. После того, как вы рассказали вашу презентацию, вас будут спрашивать. Спрашивают в основном по вашей презентации. Большинство вопросов именно по ней. Могут дальше спросить, как было со мной, что мне нравится, связанное с технологиями, но не связанное с сетями. То есть что я еще люблю. Я сказал Python и сразу почувствовал, знаете, так, да, да, так почувствовал. Сразу по три вопроса от каждого из этого, из интервьюера. Ну, в общем, на этом закончилось техническое интервью. Ну, и после этого было HR, интервью с HR-менеджером. То есть это, в общем, такая проверка была на адекватность. То есть спрашивали такие вопросы, например, как, с кем вы видите себя через пять лет в компании, да, что вас мотивирует. Вот они очень сильно, вот они акцентируют внимание на вашей мотивации, то есть что вас мотивирует. И также им интересна работа в команде. Я за интервью, наверное, раз рассказал, что у вас есть. Такое было. Ну, да, в принципе, на этом все. Передаю дальше микрофон. Спасибо, да, меня зовут Ваня. Я тоже, я прошел через инкубатор, но я начал свой путь в инкубаторе два года назад. Я присоединился в инкубатор, когда он был еще в версии третьей, когда у нас было больше интервью, чем сейчас. С одной стороны, это даже очень интересно, этот опыт, который мы получили даже на том интервью, когда приходили. Самый первый, это Client Roleplay, нет, Group Roleplay был вначале, это было просто великолепно. Был, да? Да, четвертый вверх тоже был. Да, они были хорошими. Многогранный метр. Именно. Собственно, как у меня все началось. На самом деле, изначально я в себя вообще не верил, я не думал, что я пройду, что меня с моими знаниями будет достаточно для того, чтобы пройти в компанию. Но я все равно решился подать. Я все равно решился подать документы, потому что ничего с вами не случится, если я просто подам документы. Первое, что было, это телефонный звонок. Плюс 44? Нет, плюс 312. Амстердам. Да. Кстати, это может быть не только люди оттуда, у нас просто все по Европе Voice Gateway оттуда выходят. По сути, это было первое интервью. У меня был английский на то время слабым. И я после этого интервью, я думал, что у меня сразу этот человек, который меня ассоциировал, я думал, что он сразу мне скажет, что нет, извини, ты нам не подходишь. Но случилось совсем наоборот. Даже с моим уровнем английским человек сказал, что да, этого достаточно, можно, в принципе, пройти дальше, можно пройти на следующее интервью. Через месяц я был очень этому удивлен. На самом деле, как я говорил до этого, я вообще не ожидал, что я пройду с моим уровнем английского. Тем более, перед первым ассессмент центром я только закончил 9 главу первого семестра в CCNA. Мои знания не очень были большими. И что я рассказывал на своей технической презентации, это про ARP протокол. У меня тоже, кстати, был ARP. Да? Да, ему нравится, а с СССР. Ну, получается, после самого интервью, там у нас было интервью, как я уже говорил, более обширное, 4 этапа, это квашенар, потом техническая презентация с HR и групп роллплей. После этого, совсем неожиданно, через где-то неделю-полторы мне позвонили, сказали, что вы прошли. И рассказали, обязательно рассказали результаты того, как я показал себя, что тоже очень хорошо, что вам показывают ваши слабые стороны, акцентируют внимание на сильных сторонах. Это тоже замечательно. После начался инкубатор, 4 или 5 месяцев в инкубаторе, где нас хорошо обучали. Также и очень хорошо поднялся мой уровень английского за время пробывания в инкубаторе. И после этого уже было, так сказать, настоящее интервью в компанию в ЦИСКОВ. И там уже опять интервью выглядело почти точно так же. У нас был квиз, который мы издавали, но он был на то время для меня вообще невыполнимым. И те технологии, которые там спрашивали, я вообще не знал. Мне кажется, что я там написал его просто ужасно. Я до сих пор не знаю результаты этого квиза после года работы. Следующее, что у нас было, это техническое интервью с HR и клиент роллплей, который я благополучно провалил, но ничего, тем не менее, я все же туда попал. И потом опять вам рассказали, позвонили с фидбэком, рассказали слабые и хорошие стороны. Это огромный плюс, на самом деле, мне это очень нравится. Даже если вы не прошли, вам все равно расскажут, на чем нужно акцентировать ваше внимание, что нужно поднять, потренировать. И, собственно, можно еще раз податься на тот же инкубатор, либо на ту же graduate программу. А после начала, как, начало в ЦИСКОВ первые два месяца были великолепными. Когда у нас эти все тренинги, когда мы все еще учились, это было просто замечательно. До первого кейса. Я попал в ТАК, я попал в ТАК, не в ЦМС, да, попал в ТАК. В ТАК у нас нужны, от в ЦМС там идут знания, нужны более обширные знания. ЦМС затрагивает не только свою технологию, ЦМС затрагивает еще технологии, которые могут быть параллельны этой технологии. У них охват побольше. В ТАКе охват куда поменьше, но там to the ground. Просто сериально. Там требуется знание абсолютно всех мелочей. И когда нам давали самые первые наши кейсы, они называются в ЦИСКОВ черри. Когда нам давали первые наши черри, мы были черрипикерами. Самый первый кейс, это было такое удивление, елки-палки, технология. Там, например, приблизительно 10 команд с одной стороны, чтобы я эту технологию запустила, а 10 команд с другой стороны. Как это можно было вообще забыть и открыть кейс в ЦИСКОВ? Ну, странно. Ну, я беру этот кейс, прыгаю сразу с кастомером на WebEx, что тоже в первый раз достаточно волнительно. Ты начинаешь смотреть, насколько огромная масштаб у этого кастомера. Понимаешь, какое влияние может сделать именно твое вмешательство на эту сеть. Поэтому и волнительно. И потом ты свияешься, что с той и с той стороны эти все 10 команд есть. Уже есть, да. Да, и сидишь и думаешь, а что делать? Вот она, да-да-да. Ну, по сути, вот за год пребывания в ТАКе знания вообще растут очень быстро. Для сравнения, не подумайте, что я хвастаюсь, сейчас я сижу, читаю книгу, пока я во время отпуска, я читаю книгу чисто, чтобы освежить знания, CCNP-CISAS. Это подготовка к сертификационному экзамену на уровень CCNP, который охватывает конкретно мою технологию ТРИПУЛА. Я сейчас читаю эту книгу, да. Я сейчас читаю эту книгу, и все в CCNP, в этой книге в CISAS, кажется вообще очень легким, которое ты уже знаешь давным-давно. И это на уровень CCNP. С моей стороны все. Коллеги, можно задавать вопросы? Говорите, кому? Задавайте, кому? Вопрос, кому? А, хорошо. Немножечко больше, пожалуйста, практической части обучения. В инкубаторе. Практическую, с точки зрения, вы имеете в виду работы с оборудованием? Да, да. Теорию мы поняли. Начитка. Смотрите, по поводу теории. По сути, вебинары и семинары – это не начитка теории. Вас знакомят с тем, с чем работает CISC, с определенными направлениями и технологиями. А как участнику инкубатора вам предоставляют учебную платформу, в которой вы, собственно, и получаете теорию? В Нетокаде просто открывается курс. Ну, вроде как курс Нетокада, да. Да, только там два курса. Один курс по семинарам, второй по вебинарам. И после, ну, то есть, там задания, экзамены, все такое. По факту вы работаете самостоятельно. Вы читаете теорию. Потом у вас будет лабораторная, ну, эмуляционная программа, в которой вы эту теорию отрабатываете. Помимо всего прочего, я параллельно с тем, что мне предоставила CISC, учился в академии сетевой, работал с оборудованием непосредственно напрямую. Я, во-первых, отрабатывал какие-то вещи с пакеттрейсером, а потом отрабатывал это все на реальном оборудовании, поскольку картину нужно формировать со всех сторон и целостно. Невозможно получить знания, просто прочитав теорию и отработав эту теорию в лабораторную. То есть, это идет определенный как цикл. Вы учите теорию, отрабатываете, а потом начинаете экспериментировать на реальном оборудовании, если есть такая возможность. Можно установить, я сейчас, к сожалению, не вспомню, есть программы, которые позволят вам виртуализировать оборудование, если у вас достаточно мощный ПК, и отрабатывать те или иные вещи без доступа к реальному железу. То есть, вам необходимо иметь операционную систему ЦИСКО, которая проприетарной, к сожалению, вы ее не достанете. Я очень рекомендую сначала работать, непосредственно изучать теорию, отрабатывать ее на тех лабораторных работах, которые вам предоставлены через программу, а потом все то же самое щупать самому, придумывать, смотреть, экспериментировать на реальном оборудовании. То есть, я вот подобным образом получал знания, их отрабатывал и сформировал какое-то свое понятие про те или иные вещи. Оборудование реально свободно просит. У нас появилось, что трейка стойка, и трейка лабораторами, которые сапоглазованы. Да. То есть, я иду в год. Вопросы еще есть? Задавать. Я буду транслировать. Вопросы понятен. Итак, сколько нужно по времени, чтобы освоить весь материал? Я так поняла. Какой объем материал? Я очень люблю говорить на эту тему, поскольку я считаю себя очень медлительным в изучении материала. Я, в принципе, старался уделять обучению хотя бы 3-4 часа в сутки. На выходных у меня бывали такие брейнштормы, что я работал по 15 часов. Но это нездоровая ситуация. Потом я 2-3 дня отходил, ходил с ребятами, пил пиво, поскольку невозможно так интенсивно работать. В принципе, все зависит от того, насколько вы способны воспринимать и пропускать через себя новую информацию. Вот и все. Это сугубо индивидуально. Кому-то может быть достаточно один раз прочитать теорию и потом отработать на практике, и потом попрактиковаться, он это все усвоил. Я шел сложным путем. Я записывал все. Я записывал, делал таблицы, делал определенные сноски. Конспекты вот такой толщины. Я тебе не делала. Я работаю таким образом. Эти конспекты сейчас мне очень сильно помогают, поскольку я потерял доступ к онлайн-платформе. Я смотрю свои конспекты. Вот. Собственно, это индивидуально. На них посмотри. Да, Каролин. А у всех, да? У всех ли здесь присутствующих техническое образование? Техническое, да. Факультет электроники. Ну а скажите, какое? У меня техническое, у меня факультет электроники, моя специализация акустические, сриспай систем. Такая техническая. Володя, какая у вас техническая? У меня радиоэлектроника. Так же, как и у Константина, в общем-то. У вас какая? Техническая, компьютерная наука. Дело в том, что это очень гибко. То есть они смотрят в целом на резюме. Нельзя сказать, что они обращают внимание на конкретное образование. А я знаю, у них, видите, было написано, должно быть образование бакалавры или магистра. Но не написано жесткого требования, какое это должно быть образование. Поэтому... Насколько мне известно, это или электроника, или компьютер-сайм. То есть вот человек радиоэлектронщик, а факультет электроники акустика тоже это электроника, акустические средства системы. То есть определенная база, на основе которой вы потом можете построить свои знания, войти куда, как угодно. Есть люди, которые учатся по 4-5-6 лет, но они знают гораздо меньше, чем человек, который энтузиаст, который вот за год углубился, потратил время, он будет круче. То есть образование важно, образование критично, но это далеко не все. Еще вопросы? По поводу... Хотел еще дополнить, по поводу нетехнической специальности, да, я не знаю, немножко прослушать. Алина, она экономист. Я понял, нет, вопрос в чем. У нас был такой парень, Сережа Лесняк, вот, учился. Он, что он, агропромышленный какой-то заканчивал, и все. Вот. И он задал вопрос в прошлом году, когда мы были в офисе ЦИСКО, когда нам рассказывали про инкубатор. Вот, суть в чем, они сказали, это был Керец Андрей, он сказал такую вещь, что нам не важно, какое у вас образование, но главное, чтобы вы хотели. То есть если вы, допустим, пришли в IT, не важно, вот вы закончили одно образование, пришли в IT и хотите развиваться, то главное, чтобы у вас было желание и мотивация. Потому что, ну, они считают как, вот, на Западе, да, они считают, что если вы закончили, допустим, там, по компьютерным наукам, вы должны работать вот в таком приблизительном направлении, вот, по большей части, не говорю про все. Вот, поэтому, в принципе, самое главное – это желание. Вот, если вы покажете, что вы хотите, вы там, вот, волосы на себе порвете, и все, и будете учить, короче. Да, 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 да. Тельняшку. Я могу запомнить по этому вопросу. Еще. Коллеги, по поводу вообще образования, какая тенденция? Тенденция такая, что высшее образование – это ваше достижение. Вы должны показывать свое достижение. Дело в том, что, например, школа – это достижение родителей, да, то есть они вас выпихнули, до школы дошел, и это родителей достижение. Здесь очень тяжело. Почему? Потому что нужно выпихнуть себя. Нужно, во-первых, ну, ложишься спать полпятого, утром просыпаешься, чувствуешь, что рога упираются в кровать, и ты понимаешь, блин, надо идти на пары. Это ваше достижение – победить себя и дойти до пар, а потом еще прийти, надо что-то приготовить, есть, а, блин, а чем бы заниматься дальше и так дальше, да. То есть, поэтому вот нужно достижение показывать. Вы должны показывать ценность, вот свою какую-то, что вы конкретно сделали. Вот, например, вот чтобы попасть, нужно показать ценность, вот достижение, что вы получили диплом. Это ваше достижение. Или что вы учитесь хотя бы до четвертого курса, и вас не отчислили, хотя в КП могут отчислить с последнего семестра. Вот. Потом дальше достижение какое? Что вы сдаете сертификацию во время обучения в инкубаторе. Вот, то есть должны быть какие-то вот вверх, вверх нужно идти все время. Вот это важно. Нам? Давайте. Дальше. Там еще важный момент, поступил вопрос в чате, да, кто там в чате, у нас вопросы пишите, коллеги, поступил вопрос по ЗП, какая ЗП, ну, мы это обговорим на неформальной части, да, вот, но чтобы, да, в эфир не должно попадать, это раз, ЗП хорошее, я вам так скажу, это раз. Сейчас, что еще важно, ЗП она индивидуальна, вот на что, не важно какая она, вот, вот все хотят как-то что-то считать, суть в другом, в том, что разные люди приходят, то есть вы можете прийти, у вас кейсы или знания выше CCNP, вот реально есть такие случаи, да, у вас будет выше ЗП, поэтому тут надо смотреть каждого индивидуально, вот и все, и как вы растете, как вы развиваетесь, вот какой важный момент. Вот на это нужно обращать внимание, то, что, ну, нету такого, как, как там вот в этом Советском Союзе, вкопали вас как столб на 42 рубля и все, а дальше пенсия, вот, понимаете, то есть 120 было в Советском Союзе, вот, но, вот, поэтому, поэтому здесь это индивидуально, и это классно на самом деле, то, что вы свои кейсы можете, свои знания продавать и развиваться, вот, вот, вот такой вам момент. Еще вопросы там есть в чате, в чате нету. Так, аудитория. Уже всех хочется неформальную часть совсем. Значит, что можно делать на неформальной части? Трогать нельзя, еще не останавливаемся. Трогать нельзя, как звезд здесь присутствующих. Спрашивать можно, и можно им показать резюме, они, как минимум, вам скажут, похоже оно на их было, да, ведь их же резюме прошло, да, или нет. Я прошу прощения, касательно резюме, опять же, я никого особо не спрашивал, я зашел на Netacad Advantage, скачал обычные, как бы, 3-4 PDF файлов, в которых расписывалось, как составлять резюме, и все. Ничего особенного. Вот, поэтому переходим к практической части. Вот, Константин Васильевич, заверши. Официальную часть. Я завершу, я для ребят, которые онлайн. Коллеги, спасибо тем, кто присоединился онлайн, мы вам очень сильно благодарны. Учитесь, у вас есть все шансы, вы вот разные кейсы посмотрели, вы увидели, что это все реально, просто нужно брать и делать, вот, заставлять. Как сказал Сунзи, еще в 812 году до нашей эры, победишь себя, победишь весь мир, поэтому нужно брать и побеждать. Победы, они должны быть маленькие, вот, не нужно, вот, как там Пифагор говорил, помните, вот, задачу нужно разбивать на меньшие этапы. Поэтому разбиваем, движемся вперед. Рад был всех видеть. Пишите, звоните. Вот. А мы крутили камеры. Там, да, чтобы, ребят, не стошнило, мы сильно камеры не крутили. Значит, на этом все. Спасибо вам большое. Пишите, звоните. Записи будут, презентацию выложим. Если нужна какая-либо помощь, мы готовы, мы открыты. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»